Здравствуйте! Всем известно, что малыши сладкоежки. Иногда кажется, что будь их воля, и все завтраки, обеты и ужины состояли бы исключительно из различных пирожных, мороженого, конфет и тортиков. 1 июня как раз и есть повод организовать детям сладкий праздник. Праздничное детское меню для нас сегодня представит Татьяна Грициенко. Что приготовите? Сегодня для маленьких сладкоежек мы приготовим оригинальный десерт. Это ванильные капкейки с апельсиновым курдом и шапочкой из крема с сыром маскарпоне. Капкейк – это торт, также известен под названием торт для феи небольшого размера, предназначенный для употребления в пищу одним человеком. Изготавливается в формочках, очень напоминающих стаканчик или чашку. Оттуда и пошло название капкейка – торт размером с чашку. Первые рецепты капкейков были записаны в поваренных книгах в 1796-1828 годах. Первое блюдо, которое мы приготовим, это будут ванильные капкейки. Для приготовления ванильных капкейков нам понадобятся следующие ингредиенты. Сливочное масло, сахар, яйца, мука, молоко, ванильный экстракт и разрыхлитель. Первым делом подготовим сухие ингредиенты. Нам надо смешать муку с разрыхлителем и перемешать. Мука у нас просеянная заранее, затем, чтобы изделие получалось более пышным и высоким. Затем можно приготовить форму для капкейков. Для этого нам понадобятся бумажные формочки. У меня вот такие, вы можете взять, какие вам нравятся. Сегодня мы будем делать 6 капкейков. Так, форму приготовили. Затем нам надо смешать сливочное масло с сахаром. Чтобы капкейки получились пышные, очень нежные, надо очень хорошо взбить, ну где-то минуты 3, и это минимум сливочное масло с сахаром на высокой скорости вашего миксера. После того, как наше масло с сахаром взбилось в пышную массу, мы добавляем по одному яйцу, и после каждого яйца взбиваем где-то минуту. Этого достаточно. Теперь в нашу смесь добавляем ванильный экстракт. Если у вас нет ванильного экстракта, вы можете взять ванильный сахар, либо ванилин. После того, как мы взбили нашу смесь, мы берем молоко и муку с разрыхлителем. И добавляем муку в 3 приема, молоко в 2 приема, начиная с муки на маленькой скорости миксера. Добавляем часть муки и вмешиваем ее в тесто. Затем одну часть молока. И также вмешиваем ее в тесто до полного растворения. Последнее молоко. И последнюю часть муки. Наше тесто стало гладким, поэтому процесс взбивания мы завершаем. Вот такое получилось гладкое тесто. Данного количества ингредиентов нам хватит на 6 капкейков. Капкейки вообще это маленькие тортики, пирожные, которые предназначены для одного человека. Далее мы берем нашу формочку. Очень важный момент. Духовка у вас должна быть заранее разогрета до 170 градусов. Формочки заполняем чуть больше половины, потому что это тесто, оно очень хорошо подходит. Процесс этот очень интересный, потому что капкейки вы можете готовить с детьми. Вы, например, можете взбивать, а в это время ваш ребенок вам подсыпает сухие ингредиенты. Поскольку украшается капкейк различными посыпками яркими, то дети вам с удовольствием в этом помогут. Наши капкейки отправляем в духовку разогретую на 170 градусов от 18 до 22 минут. Это будет зависеть от вашей духовки. А пока наши капкейки готовятся в духовке, мы приготовим с вами апельсиновый курд. Для приготовления апельсинового курда нам понадобится апельсиновый сок и цедра, яйца, сахар и сливочное масло. Нам надо апельсин вымыть, высушить его насухо. И цедру мы берем только верхнюю часть, без желтой мякоти. Если у вас есть специальная терочка, вы можете это сделать терочкой, у нас ее нет, поэтому мы вот таким вот образом снимаем верхнюю часть апельсиновой цедры. И затем ее просто нарезаем тоненькими полосочками. И берем сок одного апельсина. Смешаем венчиком яйца и сахар. Апельсиновый курд – это заварной крем на основе апельсина и апельсиновой цедры. Вообще, чтобы крем разнообразить, апельсиновый курд, его можно разнообразить тем, что заменить сок апельсина одной части сока лимона. Тогда крем будет вкуснее. Этот крем очень универсальный. Он подходит для различных тортов, для прослойки, для прослойки в чизкейк, для профитролей, для тарталеток с апельсиновым курдом, то есть для разнообразных блюд. Имеет очень нежную консистенцию и бархатистый вкус. Поэтому как бы за счет апельсина придает свежесть готовому изделию. После того, как мы смешали венчиком яйцо и сахар, мы добавляем сюда сок и апельсиновую цедру. Достаточно просто смешать, миксером перемешивать это не обязательно. И после этого ставим это на медленный огонь и будем уваривать наш крем. Уваривать его надо на маленьком огне в течение, ну, где-то трех минут. Его надо постоянно помешивать, потому что здесь присутствуют яйца, которые могут свернуться, а сгустки крема в креме яиц нам ни к чему. Крем начинает увариваться, он стал не таким жидким, его консистенция стала более густая. Поэтому мы его снимаем с огня и будем процеживать через сито. После того, как мы сняли крем с огня, его надо обязательно процедить, чтобы убрать цедру. Затем слегка остывший крем, не надо, чтобы он сильно остывал, буквально пару минут, мы добавляем сливочное масло. Сливочное масло добавляем небольшими кусочками, потому что если добавить сразу все сливочное масло, то оно растает, и крем не будет иметь нежную консистенцию. За счет того, что масло будет медленно таять, будет получаться бархатистый крем. После того, как вмешалось все сливочное масло, мы видим, что наш крем стал более тягучий, более бархатистый. Мы ставим его в холодильник на минимум 8 часов. Чтобы он приобрел более плотную форму. После того, как наши капкейки испеклись, мы их остудили в течение часа. А сейчас будем наполнять их апельсиновым курдом. Он уже провел 8 часов в холодильнике, и, как вы видите, стал более густой консистенцией. Теперь начиняем наши капкейки. В этом процессе тоже вам могут помочь дети. Вы можете делать это либо вот такой специальной штучкой, как у меня, либо взять просто ложечкой, чтобы детки выковыривали вам серединку. Либо, пока вы выковыриваете серединку, детки наливают вам крем. Если у вас нет специального приспособления для того, чтобы вынуть серединку из капкейка, вы можете воспользоваться обычным ножом. Просто берем, вырезаем серединку нужного нам диаметра. Вырезаем немного под наклоном, чтобы у нас получился как такой вот треугольничек. Единственное, что так как здесь у нас внутренность, вот мы взяли такой небольшой кружок, когда вырезаем ножом, кружок больше. Тогда я рекомендую срезать капкейк, вот эту часть, и оставить шапочку такую сверху. Потому что, когда мы наполним кремом, и когда будем следующий крем сверху шапочку делать, то крем может у нас здесь как бы утонуть. А так мы накроем его шапочкой и сверху будем декорировать. Начинки для капкейка, как и сам капкейк, то есть он может быть разнообразный. Это может быть шоколадный, с добавлением шоколадной крошки или шоколада, или какао. Это может быть морковный, с добавлением тертой моркови. Может быть пряный, добавляют различные пряности, изюм. То есть добавки для капкейков могут быть разнообразные. Начинки для капкейка тоже существует множество. Классика это апельсиновый и лимонный курт. Лимонный это для тех, кто любит более кислое. Сюда можно также добавлять такие начинки, как, допустим, кто не хочет сам готовить, может купить готовые топпинги. Они продаются разнообразные. Карамель, ваниль, малина, вишня и так далее. Можно приготовить шоколадный ганаш, крем на основе сливок и шоколада. Ну, шоколадный ганаш, он подойдет более к шоколадным капкейкам. Можно приготовить заварной крем, просто ванильный. То есть это уже на усмотрение, кто как любит. Но вот это сочетание ванильного капкейка и апельсинового курда, оно будет более свежим, более легким. Пока наши капкейки пропитываются, мы с вами приготовим крем, который у нас будет сверху. Для этого нам понадобится сливочное масло, сахарная пудра и маскарпоне. Для начала мы смешаем сливочное масло с сахарной пудрой. Очень важно, чтобы сливочное масло пролежало ночь в помещении при комнатной температуре. То есть его не надо плавить специально, солнечные лучи, чтобы на него подвергались, то есть именно при комнатной температуре. И смешиваем с сахарной пудрой. Масло с сахарной пудрой взбиваем до кремообразного состояния. Важный момент приготовления этого крема, что масло должно быть очень мягким при комнатной температуре, а маскарпоне должен быть очень холодным. То есть перед тем, как готовить крем, масло на ночь в теплое место, маскарпоне в холодильник. Добавляем сюда же маскарпоне. Кремов сверху на шапочку из капкейков очень большое множество. Здесь главное качество крема это то, что крем должен хорошо держать форму. Это может быть либо масляный крем, либо швейцарская меренга, крем, который делается из белков. Это может быть шоколадный крем, который тоже должен держать форму. После того, как мы добавили маскарпоне, на небольших оборотах миксера вводим маскарпоне. На большой скорости нельзя взбивать, так как маскарпоне это сыр, который имеет очень большую жирность. И если его перебить, то может пойти отдельно вода и отдельно масло. Взбивать его долго не надо, просто достаточно соединить все ингредиенты. Меренга, которая делается из белков, она имеет более легкую текстуру. Но поскольку сам ванильный капкейк, он очень нежный, то сюда именно вот такой вот жирный крем, но в то же время он по своей текстуре, по вкусовым ощущениям, таким не является. То есть он очень вкусный, поэтому сюда он подходит идеально. В наш крем добавляем краситель зеленый. Я использую гелевый краситель, либо пастообразный. Вы можете также использовать сухие красители, только чуть-чуть развести их в воде. Краситель мы используем только пищевой, специальный. У меня как бы для кондитерского дела специальный гелевый краситель, ну либо пастообразный. После того, как мы приготовили крем, мы наполняем им кондитерский мешок. Вариантов оформления может быть очень также много, по вашему усмотрению. Можно украсить капкейк в виде травки, поскольку у нас еще будут животные. Вот такой вот травкой. Вот такой вот капкейк у нас получился. Следующая шапочка – это классический вариант, который делается высокая шапочка. И ее можно декорировать различными посыпками. И третий вариант – это можно сделать розочку. Вот такая розочка у нас получилась. После того, как наши капкейки задекорированы, мы приступаем к мастичному украшению, которое у нас будет сверху капкейков. Поскольку наша программа посвящена Дню защиты детей, то мы будем делать такую аппликацию, которую как бы сможете сделать вы вместе с ребенком, ну либо ребенок сам. Мы будем делать аппликацию в виде зверей. Для начала я вам покажу, как сделать овечку. Для этого нам понадобится кусочек белой мастики. Мастику вы можете сделать дома самостоятельно. Есть как бы три основных рецепта. Это желатиновая мастика, мастика из маршмеллоу и мастика из сухого молока. Для начала мастику надо размять, чтобы она стала более пластичной. Мы должны раскатать мастику и подходящей вырубкой круглой берем и вот такой волнистой стороной вырубаем нужный нам кружочек. Проверили, чтобы здесь было все красиво, вот никаких таких вот обрезанных моментов не было. И шариком делаем вот такие вот движения. Это у нас будет имитация овечки. Кусочек черной мастики. Для того, чтобы сделать ей мордочку и ушки, раскатываем мастику. Затем приклеиваем ее чуть ниже центра и слегка придавливаем, чтобы она у нас стала такая вот побольше. Это у нас будет голова. Затем мы ей сделаем глазки. Для этого нам понадобится кусочек белой мастики. Также раскатываем. Имеется два глазика. Мы их приклеиваем к заготовке. И немножко нам их надо будет придавить. Затем ротик мы прорисуем на мастике. В то время, пока вы декорируете глазки, дети могут вам покатать шарики. И делаем ей небольшие овечки-ушки. Сначала катаем шарик. Затем придаем ему более с одной стороны тоненькую форму. Примерно вот здесь они в шерсти. И приклеиваем. Вот такая вот забавная овечка у вас получилась. Чтобы приготовить ванильные капкейки, взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте ванилин и, чередуя по частям, молоко и муку с разрыхлителем. Получившееся тесто выложите в формочки и выпекайте 20 минут при температуре 170 градусов. Для приготовления апельсинового курда взбейте сахар с яйцом, добавьте сок и цедру апельсина, поставьте на слабый огонь, постоянно помешивая. Затем, сняв с огня полученную массу, процедите, охладите и добавьте сливочное масло. Отправьте в холодильник на 8 часов. Для приготовления крема смешайте сливочное масло с сахарной пудрой до кремообразной массы. Добавьте маскарпоне. В кексах сделайте небольшие отверстия. На дно выложите апельсиновый курд, а сверху крем. Мы продолжаем радовать малышей сладостями. И Галина Дурда приготовит для нас следующую разновидность сладости. Это будет песочные карандашики с цветными стерлями. Съедобные цветные карандаши – это уникальное песочное печенье, которое понравится не только взрослым, но особенно и детям. Ведь форма печенья напоминает цветные карандаши. Такое печенье прекрасно подойдет в качестве оригинального угощения для детского праздника. Для приготовления песочных карандашиков нам потребуется маргарин, сахар, какао, мука и чуть разрыхлителя. Начнем смешивать. Мука уже с разрыхлителем, маргарин, сахар и вода. Замешиваем тесто. Тесто будет эластичным. Ему будет напоминать, что наподобие пластилина. У меня есть две девочки, которые любят помогать вообще в процессе с приготовлением теста. Тесто замешаем. Дети могут потом свободно красить стержни. Единственное, детям или перчаточки, или пакетик на ручке. После того, как вымесили тесто, мы отделяем, сколько цветов вы будете делать карандашиков. У меня их будет пять. Это мы пока отставляем. Оно должно чуть полежать для более эластичности. Берем мисочку, одеваем перчаточки. Берем пару капелек водички. Берем краситель. Берем тесто. Вот у нас получилась капелька синего цвета. Мочим там тесто. Дети тоже очень любят это делать. Желательно, конечно, одевать что-нибудь на руки, потому что краска полдня еще будет держаться на руках. Вымешиваем хорошо, чтобы была однородная масса. Тесто песочное. Но это, как бы, тесто желательно брать то, которое сильно не плывет на противне. Выбирать рецепты, потому что... Либо добавлять больше муки. Получилось голубого цвета. Нам понадобится дощечка, скалка. Берем наше тесто. Чуть выравниваем, чтобы более ровный получился. Раскатываем без муки, без масла. На дощечке тесто достаточно там жира, оно не липнет. Делаем желательно потоньше, где-то с полсантиметра. Подравниваем. Берем разноцветные наши цвета. Делаем стержни. Карандаши можно сделать любых размеров. Это уже, как ваши дети пожелают. Чуть-чуть растягиваем тесто, чтобы можно было его залепить. Карандаш, естественно, удлиняется. Мы потом подрежем. Делаем со всеми цветами. Их может быть больше. Красить можно фруктами. Сейчас очень много фруктов пошло. Можно красить овощами. Вот у меня дети любят пищевой украситель не очень. А вот когда свекольным крашу, красным свеклой, можно клубничкой, вишенкой сейчас пойдет. Сейчас все можно красить, конечно. Берем протвишок. Выкладываем наши печеньки. Желательно швом вниз. И ставим в духовку выпекать минут 20-15 при температуре 200 градусов. Вот наше печенье готово. Оно остыло. Я сейчас покажу, как их затачивать. Для этого нам понадобится терочка. Ну и, соответственно, карандаши. На мелкой терочке. Аккуратненько, чтобы не сломать печенье, потому что оно очень хрупкое. Мы счесываем. Аналогично, как точим карандаш. Вот карандашик наш готовый. Его можно детям кушать. Приготовить, соответственно, с ними. Они будут очень рады. Чтобы приготовить печенье и цветные карандаши, в муку добавьте разрыхлитель, маргарин, сахар и воду. Замесите тесто. Получившееся тесто разделите на две части. Большую и меньшую. Затем в меньшую добавьте краситель. Большую раскатайте. Разрежьте на полоски. Вложите цветные стержни. И соедините края. Отправьте в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов. Остудив, заточите печенье, придав им форму карандашей. Сейчас мы приготовим тоже очень любимое блюдо детей. Это желе. У меня будет оно вишневое. Нам потребуется вода, вишня и желатин. Высыпаем вишню. Заливаем водой. Предварительно я отлила чуть-чуть воды, чтобы высыпать сюда желатин. Пока наша вишня будет готовиться, желатин здесь набухнет. Фрукты можно использовать замороженные, свежие, либо варенье. Допустим, я готовлю с варенья. Теперь идем ставим это все на газ. Итак, после того, как наша вишня закипела, мы выкладываем желатин. Перемешиваем до растворения желатина. И разливаем по нашим тарелочкам. И убираем в холодильник до полного застывания. Наше желе уже полностью загустело. Мы окунаем в горячую воду. И выкладываем его аккуратненько. Украшаем веточкой мяты. И можно добавить шарики мороженого. Чтобы приготовить желе, залейте вишню водой и поставьте на огонь. Тем временем желатин растворите в воде. Как только содержимое кастрюли закипит, добавьте желатин, разлейте по тарелкам и отправьте в холодильник до полного охлаждения. Следите за кексами после 8 минуты их нахождения в духовке. Проверять капкейки на готовность можно с зубочистками. Если они будут выходить сухими, тут же вынимайте. Капкейки должны быть белого цвета. Если они начнут золотиться, значит уже подсушиваются. Перед приготовлением крема достаньте масло из холодильника и подождите, пока оно нагреется до комнатной температуры. Принудительно разогревать нежелательно. Крем получается плотным и жирным. Его можно окрасить без синтетических красителей, добавляя в сироп сок черноплодной рябины, шпината, свеклы и других фруктов, овощей или ягод. Противень для выпекания песочных изделий должен быть сухим. Смазывать его не обязательно, поскольку песочное тесто не пристает ко дну в 3 тепловой обработки. Сегодня мы с вами приготовили для малышей капкейки ванильные с апельсиновым курдом и кремом на основе сыра маскарпоне. Сделали песочные печеньки-карандашики и вишневое желе. Хочется поздравить детей с праздником, пожелать, чтобы дети росли здоровыми, чтобы они росли любознательными, познавали мир, счастье и всего хорошего. Приятного аппетита! Для детей очень часто внешний вид сладости имеет гораздо большее значение, чем начинка. А когда под необычным названием прячется еще и вкусное лакомство, то можно считать, что праздник удался. Сладких выходных! Шоколадные конфеты Нам заменят все омлеты, Только взрослым мы об этом Не расскажем никогда. Нам клубничное варенье Поднимает настроение, Вместо щей и манны каши Будем есть его всегда. Шоколадные конфеты Нам заменят все омлеты, Только взрослым мы об этом Не расскажем никогда. Только взрослым мы об этом Не расскажем никогда.